Модератору круглых столов в редакции регионального делового издания «Экономика и жизнь Черноземья» доктору политических наук Дмитрию Нечаеву при обсуждении самых острых проблем удается привлекать экспертов всех заинтересованных сторон, чтобы добиться максимальной объективности суждений и оценок. Если в первой части программы, посвященной теневым многомиллионным доходам ЖКХ нечистых на руку бизнесменов, свои позиции озвучили представители силовых структур региональных управлений Министерства внутренних дел и Следственного комитета, то градус дискуссии резко подскочил, когда ведущий сознательно обострил претензии к Воронежской региональной общественной организации «Жилищный контроль», которую до недавнего времени возглавляла депутат областной думы Татьяна Головачева. Мы работаем в рамках закона. Мы не можем взять в руки дубинку и пойти в управляющие компании, требовать, чтобы они нам предоставили какие-то финансовые документы. Во-первых, основная цель создания нашей организации – это повышение правовой грамотности населения. Вот мы сейчас поставили вопрос, да, население обращается в надзорные органы, в УВД, в ГЖИ, но они не могут сформулировать свой вопрос, который хотят решить. Может быть, пока Вы просвещаете, людей грабят? Может быть, стоило бы активно? Пожалуйста. Можно я скажу? Значит, по поводу, вот как раз относительно, вот когда Вы осуществляла правление Татьяны Головачева, значит, я непосредственно была участником, я непосредственно многих круглых столов в совещании, как раз связанных с… она была инициатором проведения данных мероприятий, как раз по вопросам вот этих ОДН. Выпускались всевозможные буклеты, которые предоставлялись гражданам, как раз с ее позиции. Поэтому я хочу сказать, что этот вопрос поднимался, он рассматривался, и действительно, как в рамках общественной организации, есть определенные полномочия, которых практически, наверное, нет таких рычагов воздействия. Но то, что работа велась, и непосредственно мы, я в частности, вот я перед камерой могу сказать, что была участником данных мероприятий, поэтому я с Вами… Может, стоит признать эту работу неудовлетворительной? А почему неудовлетворительной? А любую работу можно признать неудовлетворительной? Нет, давайте еще, давайте еще. Мы вам сказали, что по факту ОДН, да, работа велась, работали и по круглым столам, работали с населением. Работали велась, работали. И что, из-за одного вопроса, который вы не выполняете, скажем так, ситуацией, вы делаете какие-то скоропалительные выводы в отношении деятельности бывшего председателя. Хорошо. А еще какие у Вас претензии есть к работе общественной организации? Давайте их озвучим. Я очень тщательно изучал мировой опыт работы общественных структур, в том числе в Германии на стажировке. И могу сказать, что вот общественная организация, общественная организация рознь. Мы с Вами понимаем, что писать в уставе и фактически четко придерживаться правовое просвещение, при всем при том, что организация называется «Жилищный контроль», и при этом не проявлять определенную активность, потому что общественники – это же не чиновники, которые от сих до сих, регламенты, процедуры и так далее. Организация «Жилищный контроль», возглавляемая Головачевой, за что она обязательно должна сложить депутатский мандат, не била в набат, не объясняла, как нужно биться за интересы людей, как инициировать суды, как инициировать проверки, причем на грани фола. Вот это, мне кажется, что она пюрократическая. — Подождите, я Вам приведу яркий пример. Подождите, когда наша общественная организация помогла пойти в суд, конкретно назову стройтехника, повысила размер платы за содержание жилого помещения без решения общего собрания собственников. Мы помогли в суде отстоять интересы собственников. Прежде чем формировать свое мнение, судить о чем-то, о работе нашей общественной организации, почему Вы к нам не пришли, почему Вы не посмотрели, сколько людей мы принимаем, почему Вы не поговорили с людьми, с теми, которые непосредственно получают у нас консультацию, с теми, которые выстраивают отношения с управляющей компанией грамотно. Вот Вы говорите, да, плохое законодательство, законодательство коррумпировано заранее. На самом деле нормальное законодательство. Надо просто его знать. И если люди понимают, знать и использовать, если грамотно составить договор на управление многоквартирным домом, то вполне нормально можно жить в этом доме, нормально тратить деньги и контролировать управляющую компанию. Безусловно, много недостатков, как, наверное, в любой отрасли. У нас еще недостаточно раскрывается информация на тех сайтах, которые были приведены. Примеры буквально вчера ко мне приходила председатель совета дома, с Карлом Марксом, 74. Мы с ней в течение часа, наверное, искали по всем вот этим сайтам, где должна раскрываться информация от управляющей компании. И нашли, раскрыто. Но, знаете, только в части бухгалтерского учета, в котором вот ни мне, ни простому собственнику практически невозможно разобраться. Но у нас есть, опять же, приказ Минстроя, замечательный приказ о формах раскрытия информации. И среди прочих форм есть отличные формы, которые обязывают управляющую компанию перечислять, какие работы выполнены, в какой срок и сколько денег потрачено на конкретную работу. Вот это управляющая компания не раскрывает. И вот я помогла первой женщине грамотно составить заявление в государственную жилищную инспекцию, потому что у меня, как у представителей общественной организации, нет полномочий заставить управляющую компанию предоставить эту информацию. У меня есть полномочия обучить граждан, как правильно писать заявление в надзорные органы. Вот когда надзорные органы получат грамотно составленные заявления, они, соответственно, и срабатывают. А если они получают от жителей просто «Ах, помогите нам, вот наша плохая управляющая компания», безусловно, и принять какие-то надзорные меры, контрольные меры достаточно сложно. Зачастую просто невозможно гражданам, собственникам помещений поменять свою управляющую компанию. Есть положительная практика, в том числе судебная практика с нашей стороны по данному вопросу, но, к сожалению, данные единичные случаи. Здесь прозвучала мысль о том, что 16 крупнейших управляющих компаний называют себя государственными компаниями. И действительно это так. Общаясь и работая с представителями управляющих компаний, я для себя сделал вывод, что они мнят себя чуть ли не органами власти. Где-то сразу после губернатора у нас идут управляющие компании в табеле о рангах. Здесь важно понимать, что управляющие компании это точно такие же хозяйствующие субъекты, как и все остальные. И на них распространяются абсолютно те же самые правила. Поэтому стоит, наверное, налаживать работу по смене управляющих компаний самими собственниками помещений в многоквартирном доме, если их что-то не устраивает. На наш взгляд, это единственный путь, который, собственно, устранит с рынка не очень добросовестный управляющий компаний, который... Все законодательство, которое подготовлено по ЖКХ в последние 10 лет, в том числе и правки, как будто специально направлено так, чтобы запутать вся и всех. Вот я убежден, что все мы, которые собрались здесь, эксперты, и то далеко не во всех аспектах в этом отношении разберемся. А уж простым людям тем более. Смотрите, какая интересная. Возникает анагонизм между конкретным человеком, который видит, что его грабят, и конкретно управляющей компанией, которая имеет несколько степеней защиты. Что в этом случае государственная общественная структура советует конкретному гражданину? Собирайте собрание, переизбирайте руководство, там и так далее. Либо обращайте в суд. Все это в том и в другом случае является накладом. В марте 2017 года был на базе департамента создан штаб по разрушению ситуации, связанный с повышением размера платы, в которые поступали обращения граждан. К нами собирались, аккумулировались, и на заседаниях штабов были рассмотрены. По результатам проведенных заседаний, данные заявления передавались у нас в государственную жилищную инспекцию. после рассмотрения более детально передавались в правоохранительные органы. Но так как мы сказали, то есть, то что был большой вопрос по тем протоколам, которые были до 2015 года. Как бы вопрос по ним был открытым, и людям приходилось обращаться по данным протоколам в суд. По остальным оказана была юридическая помощь со стороны государственной жилищной инспекции. В основном обращение граждан действительно по фальсификации протоколов и по начислению общедомовых нужд. На сегодняшний день мы, по крайней мере, в департамент ЖКХ, то есть, как бы по ОДНам, практически за разъяснением действующего законодательства к нам обращения граждан такого рода не поступает. Мы считаем, на своем уровне он у нас немного урегулирован. То есть, как бы по ОДНам нельзя ничего сказать. Еще большие вопросы были по оплате целевого сбора. Там, где в квитанции включаются целевые сборы, то есть, как бы без собрания собственников жилья. Это также были рассмотрены и переданы в правоохранительные органы. Значит, хотелось бы в завершении сказать, что штаб он как создан, он так работает. Все собственники могут обращаться в департамент со своими заявлениями и данные будут заявления рассмотрены на заседание штаба. И оказана либо юридическая помощь, либо помощь со стороны государственной жилищной инспекции. На сегодняшний удар у нас зарегистрирована жилищная инспекция более 18 тысяч обращений граждан. Для проведения проверки нам нужны основания, факты, нарушения обязательных требований. Соответственно, при его наличии у нас процедура это все запускается. У нас право законодательно предоставлено обращаться в суд только в случае нарушения прав неопределенного круга лица. Это пример. Если разрушается балкон, вот это нарушение правил содержания на квартирном доме, который может причинить вред жизни любому человеку, который окажется не только жителем этого дома. Поэтому в отношении в этом случае мы можем обращаться без какого-либо обращения человека. Сейчас, получая информацию от человека, мы просим даже жителей, если вы хотите, чтобы ваши права были защищены в суде, просим вас указать это заявление. И у нас уже 20 жителей обратились к нам с просьбой защитить в суде. 5 процессов завершено положительно рассмотрены по искам жилищной инспекции в отношении жителей. Им произведена корректировка платы за содержание жилого помещения, кому-то за начисление. Позвольте мне сделать такой промежуточный вывод. Сама система государственной жилищной инспекции еще настолько слаба и недоработана. Но есть позитивный сигнал. И он прозвучал, что если мы проинформируем население жителей о том, что они могут писать заявление в жилищную инспекцию с просьбой защитить их права, то все, к примеру, 18 тысяч человек по заявлениям заместителя руководителя этой государственной жилищной инспекции в Воронежской области, они будут защищать в суде. И эту информацию через СМИ мы постараемся передать. Серьезные претензии были высказаны также в адрес недобросовестных потребителей. Сейчас общедомовые нужно начисляться строго по нормативам, пока собственники сами не примут решение о начислении этой платы как разница между показаниями общедомового прибора учета и индивидуального. И я вам хочу сказать, в этом вопросе не надо очень сильно защищать граждан. Они друг у друга воруют. когда используют магниты, выводят другими способами прибор учета индивидуального потребления, он думает, что он тем самым сократил свое потребление, а он перекладывает эти расходы либо на собственников, которые приняли решение о оплате по показаниям приборов учета, либо перекладывает на управляющую компанию. Ворует опять же у тех же собственников, которые платят управляющей компанией по строке от содержания. влопнулищики. Пожалуйста, прошу. Я с вами полностью согласен, что факты воровства граждан друг у друга имеют место. и кто об этом искорит. К глубочайшему сожалению, сверхнормативная разница по УДН закреплена теми самыми фальсифицированными протоколами, которые до момента их отмены продолжают действовать по всему городу. учитывая основания и факты говорить о том, что это 2000 фальсифицированных протоколов, это приблизительно, как вы понимаете, более 40% жилого фонда города Вороника. Это мы не говорим про те протоколы, данных о которых у меня нет. Я хочу не согласиться с этим заявлением. Посмотрите, Андрей Александрович, а то иначе мы уйдем. Мы никуда не уйдем, давайте это все-таки анвалежим. Проблему начисления платы удалось решить. У нас это по заявлению, которые поступили, эта норма была введена 1 января 2017 года. За 2017 год поступило почти 900 заявлений. о нарушении. А вот за 8 месяцев 2018 года поступило всего лишь 487 заявлений. Эту проблему удалось купировать. В том числе благодаря предписаниям и судебным процессам, которые провели сотрудники ГЖИ. У нас Держи, но не общественного контроля. ГЖИ личного контроля. Нет ли? Нет. Мы говорим порядка 100 сейчас я вам скажу Более 200 дел рассмотрено арбитражным судом по закреплению как раз предписания жилищной инспекции, которые приняли положительное решение именно в отношении порядка начисления платы. Вот именно запрещено было использовать те решения, которые были приняты до 2017 года. У нас положительная практика. и у нас я хочу сказать, что управляющие организации уже перестроились. И начисление идет. Если оно как бы кто-то пытается нарушить этот порядок, пресекается. Может быть адаптировались, а не перестроились. Может быть не витрировались. Извините, адаптирование я вам приведу. Сегодня я расписывал почту утреннюю. Нам пришло решение мировых судов. Вот на сумму 775 тысяч. Это только за сегодня уже мировыми судами привлечены к ответственности юридические и должностные лица. Поэтому вы знаете как бы вот это вот некорректное поведение по отношению жителей карается серьезным образом. Штраф 250-300 тысяч как бы дает возможность управляющей компании. Сегодня мы сделали главное как мне представляется мы собрали всех тех кто ответственно за ситуацию в ЖКХ города Воронеж. Система поборов с населением за жилищно-коммунальные услуги это особый разговор. Понятно что население грабит и население в силу сложности управления ЖКХ не могут разобраться в этой ситуации. Как начисляются платежи? Почему они такие большие? Почему дома остаются в таком запущенном состоянии хотя население платит огромные средства? И вот сегодня мы собрали этих людей и правоохранительные органы и гражданские структуры которые занимаются управлением ЖКХ и общественные организации и экспертов и разобрались в этом вопросе. Я полагаю что после этого ключевые структуры такие как полиция как органы полиции как государственная жилищная инспекция как ряд общественных организаций в том числе жилищный контроль станут активнее работать и самое главное заниматься в судах защиты прав граждан и в этом отношении я верю в то что мы сдвинем ситуацию с места но и самое важное мы постарались заострить главное управление Министерства внутренних дел по Воронежской области чтобы они более активно занимались конкретными жалобами которые исходят со стороны граждан я так полагаю что все таки позитивное движение вперед в этом отношении будет только вот такими общими усилиями мы сможем реально изменить ситуацию она меняется но очень и очень медленно потому что самое главное почти 10% из всех расходов которые делают люди в Воронеже идут на ЖКХ это гигантские средства так быть не должно а для того чтобы мы платили меньше нужен действительно реальный общественный контроль за этой ситуацией нужно действительно мониторить ситуацию и нужно заставить так чтобы чиновники выполняли свое дело когда они это будут выполнять люди станут жить лучше если же эта ситуация не изменится народ будет выходить на улицу